Всем привет! С вами Наташа. Рада вас приветствовать на своем канале. Ну, тем, кто интересуется кошечкой, вроде ей немножко легче. Антон звонил насчет биохимии. Биохимия 25 рублей. Это 10 долларов. Меня попросили Наташа, говори, в долларах или в евро. Это 10 долларов сдать биохимию. Но она сказала, что это надо с утра. И чтобы к вечеру был анализ готов. Но так как Антон на работе, Игорь на работе, вести некому. Поэтому мы так подумали, что посмотрим, как сегодняшний день будет. Сегодня она полегче. Вчера я тоже капала. Антибиотик я калю. Нам на 5 дней антибиотик дали. Сегодня я тоже буду капать. Она даже подходит к тарелочке. Не ест, не пьет, но подходит. И сегодня получше она кушала. Уже сама ходит. Сама ходит в лоток. По маленькому, по большому еще не ходила. И спрыгивает с кровати, вылизывается. Уже более-менее оживает. Дай Бог, все будет хорошо. Хорошо. Вот вчера перед сном немножко растопила сливочного масла и дала ей шприцом. Надеюсь, что ей все там смажет. Если забито шерстью, то все пройдет. Так, сегодня у меня готовка. Меню на день, так сказать. Дети сейчас начинаются каникулы. Вот, закончили хорошо. Поэтому покажу, что я буду сегодня готовить. Так, здесь у меня варятся свиные косточки. Так как они замороженные были, поэтому я их кинула вариться отдельно от картошки. Вот сейчас оно сварится. Выму. Отберу мясо, а сюда закину картошку. Будет у меня свекольник. Так как у меня все его любят. И у меня в баночках она уже свекла готовая. Поэтому решила быстренько сделать свекольник. Так, молочная кашка у меня с гречки. Вчера варила гречку с отварной колбаской. Они кушали на ужин. Ну и вот мало осталось. И я думаю, сварю гречневый суп. Я люблю с гречки молочную. Вот. Здесь гречка. Добавила молока, воды, сахара, соли. Кусочек масла. Проварила все. И все у меня молочная готова. Так, в духовке запеку тевтельки. Как я их делаю? Ну, фарш как на котлеты. У меня получается свиной фарш. Не сильно жирный, нормальный такой. Добавила, разогрела где-то стакан молока. Туда пару ломтиков батона размочила. Добавила две луковицы, порезала. Отварила где-то стакан риса до полуготовности. Он, получается, закипел. Потом я выключила. Оно постояло. Жидкость вобрала. Много не заливала жидкости. Так, где-то как на роллы. Сантиметр сверху. Все, этот рис сюда вмешала. Посолила, поперчила. Вот, скатала шарики. И залила здесь у меня стакан. Не стакан, ну, сколько там, 400 грамм сметаны. 15-процентной. И столько же воды. Немножко подсолила. Все это перемешала, залила. Ну, и сверху сыром, чтобы красиво было. Можно было просто сметану каждую штучку сделать. Обычно я сметану с соусом смешиваю. Ну, а сейчас решила просто залить сметаной. Вот, так что вот такие у меня будут тефтельки. Сейчас отправляю их запекаться. Так, картошка с мясом отварились. Сделала зажарку. Морковка, лук, сушеный томат, базилик. Немножко лимонки, соль, пару ложек сахара. Все это пережарила. Лук не понял, говорила или не говорила? Лук еще. Так, сюда добавила. И принесла свеклу. Уже открылась, видите, какая она красивая. Ее можно кушать так. Для под шубой салата употреблять. И вот борщик. Принесла петрушку. И лучок зеленый сейчас нарежу. Все, в конце свекла готовая добавляем. Пробуем уже в готовом виде борщик. Сейчас покажу, какой он будет. И зелень. Так, все. Вот такой красивый цвет. Зелень закинула. Сейчас закипит. И выключаю. Борщик готов. Так, тефтельки готовы. Потом они еще постоят, впитают в себя жидкость. А так, пока вот так выглядит. Сейчас готовлю к ним картошечку. Картошечка варится. Я сходила в теплицу. Насобирала помидорки. Порезала сюда лук. Немного соли и сметаны. Сейчас все перемешаю. И будем ждать, когда приготовится картошка. Ну, вот так у нас выглядит готовое блюдо. Картошечка с маслом. Салатик. И тефтелька. Сейчас я вам тефтельку разрежу. Покажу, какая она внутри. Так, все разрезала. Видите, все готово. Она сочная, вкусная. Рис почти не чувствуется. Я много не добавляла. Вот так, что вот такое у нас блюдо на сегодня. Это второе. Так, еще я буду готовить вареники. Вареники у меня будут створога. Это у меня домашний. И здесь у меня голубика с сахаром замороженная. Так, у меня тесто будет заварное. Здесь одно яйцо. 3 столовые ложки масла подсолнечного. 3 стакана муки. Чуть-чуть соли. И стакан кипятка. Крутой кипяток сейчас вливаем. Перемешиваем вилочкой. А потом уже руками, чтобы не обжечься. Все, больше ничего сюда не добавляем. Получится эластичное, хорошее тесто. Которое даже не надо припудривать мукой. И из него налипим вареником. В творог буду добавлять немного сахара. И в каждый вареник буду ложить по несколько ягодок черники. Ну, не черники, это голубика у меня домашняя. Все, сейчас покажу, какое тесто получится. Сначала выходит такая крошка. Вот я же кипяток залила. Сначала перемешала яйцо с маслом. Вот чуть-чуть, чтобы не сварилось яйцо. И вылила кипяток. Все, видите, вот такая крошка получается. И сейчас я буду замешивать руками. Вот такое тесто получилось. Видите, оно не липнет. Сейчас я накрою пакетиком, пускай оно немножко отдохнет. В это время добавлю сюда сахар. Перемешаю, чтобы не было комочками. И буду раскатывать тесто. Сначала нарезаю вот так, делаю колбаску. И нарезаю эту колбаску на кусочки. И каждый кусочек раскатываю и делаю вареники. Так, тесто постояло, раскатала в колбаску. А потом нарезала вот такими квадратиками. Все, раскатываем кружочек приблизительный. Творог с сахаром кладу. Ягоды. И все, и слепливаем. Подробно, как я готовлю вареники, как их леплю, оставлю ссылочку в первом комментарии. И я еще в сообществе выложила тоже видео. Ссылку на видео, где я подробно все показываю. Ну, а сейчас не буду на этом заострять внимание. Покажу потом готовые. Досочку, пакетик. Или эту пленочку натянуть на досочку. Если, допустим, наперед делаете. Да и так удобнее снимать, именно когда на пакетике оно не сильно прилипает. Все, выкладываю сюда варенички. И потом будем варить. Вот такие варенички получаются. Сейчас мы их приготовим. Покажу, как. Так, поставила воду, всыпала соль. Уже она закипела. И делаем вот такой вихрик. Вот. И когда этот вихрик крутится, туда в варенички, чтобы они ко дну не прилипали. Вот. Вот так. Все. И по чуть-чуть вот так помешиваем, чтобы они между собой не слиплись, а варились. Все. Когда приготовится, выложим на тарелочку, добавим маслица, чтобы они между собой не слиплись. И можно кушать со сметанкой, с разными соусами, сладенькими. Кто как любит. Все. Варенички готовы. Маслица сверху положила. Сейчас деткам разложу в тарелочке и буду кушать со сметанкой. Вам, надеюсь, видео понравилось. Всем всего хорошего, здоровья. Заходите, не забывайте. Всем пока.